Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас снова РПГ, притом на этот раз РПГ до мозга костей, без всяких допущений и приставок. Встречаем Shadowrun Returns, игра созданная фанатами и для фанатов, и основанная, как и многие хорошие компьютерные игры, на настольной игре. Краткий заместоков. Недалекое будущее. Все в лучших традициях киберпанка. Мрачные трущобы, неоновый свет, миром правят корпорации, на службе которых находятся шадоураннеры, специальные наемники. Вроде как все стандартно, но есть одна деталь, которая делает вселенную Shadowrun абсолютно уникальной. Здесь киберпанк мирно сосуществует с магией, эльфами, гномами и прочими существами. И в заговоры корпораций частенько входят всякие темные ритуалы. Наша история начинается со странной смерти брата главного героя. Ну а дальше, кто знает, куда приведет расследование. В игре приятная, не напрягающая глаз графика, которая спална передает атмосферу мрачного, обшарпанного будущего волшебного мира. Здесь грязные полные крыс переулки чередуются с моднейшими стерильными офисами. Хотя, если быть честным, графика и анимация это не самая сильная сторона игры. Из-за скромности бюджета RPG получалось изометричной, да и локации довольно небольшие и спроектировано скорее функционально, нежели красиво. Нет, графика игра не цепляет. Она цепляет сюжетом. Тут тебе и куча диалогов, и принятие судьбоносных решений, и даже внезапные повороты сюжета. Когда, казалось бы, до финала рукой подать, и вдруг раз, и все оказывается не тем, чем казалось. Расскажу немного о геймплее. Игру ты начинаешь с того, что создаешь своего персонажа и выбираешь его класс. Ты можешь быть кем угодно, от орка с большой дубиной до эльфа-программиста. Умений у каждого класса куча, да еще можно усилить персонажа кибернетическими имплантами. Во время игры ты перемещаешься по локации тапами, взаимодействуя с предметами и персонажами. Ну а во время боя здесь используется моя любимая пошаговая тактика игры. Сначала ты отдаешь команды своим подчиненным, потом наступает ход противника. Давай-ка вкратце о плюсах и минусах. Да, у этой игры все же есть минусы, несмотря на всю ее замечательность. Первым из них стала ее цена, которую многие мои друзья посчитали несколько... завышенной. Правда, ты, дорогой зритель, можешь совершенно бесплатно скачать Shadowrun с портала Mob.ua. Второй минус в том, что в игре отсутствует русский перевод, так что все это множество диалогов происходит на английском. Но, в принципе, если у тебя все окей с английским, то ничего страшного. Плюс же, это настоящая полноценная РПГ, сделанная именно такой, какими должны быть подобные игры. Без реверансов в сторону издателей. Она сделана, как я уже говорил, фанатами жанра для таких же, как они. Надеюсь, ребята вырулят бабла с продаж и сделают продолжение. Кстати, есть и ПК-версия Shadowrun Returns, что делает ее доступной абсолютно всем. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лойсы и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok